Всем привет! Вот и на меня свалился небольшой творческий кризис, а поэтому сегодня я не буду вас сильно удивлять и просто немного пофрезерую. У меня есть старый светодиодный фонарик, который когда-то работал на трех мизинчиковых батарейках, но они потекли и испортили картридж, в который вставлялись. Я решил, что фонарь можно запитать от литий-ионного аккумулятора, но он оказался слишком большим. Я подумал, что можно сделать удлиняющую металлическую вставку. По прикидкам 12 мм вполне должно хватить. Из сложности две резьбы, внешняя и внутренняя, а еще отсутствие толстого материала. В связи с этим я сделаю вставку из двух частей, толщиной по 6 мм каждая. Внутренний диаметр обеих частей сделаю 20 мм, чуть больше чем диаметр аккумулятора. На одной вставке будет внешняя резьба и вот такая шейка, а на другой просто внутренняя резьба. Для основной фрезеровки мне понадобится концевая фреза. Для нарезания резьбы буду использовать резьбофрезу. А еще я решил протестировать Т-образную фрезу, чтобы сделать шейку. Вы увидите, что она не особо-то и нужна, но фрезу попробовать надо было. Для определения шага резьбы внешняя резьба не подойдет, слишком мало витков. Поэтому буду определять шаг по внутренней резьбе с помощью кусочка пластилина. Измеряю расстояние между четырьмя витками, а затем делю на 4. Получилось 1,65. По таблице дюймовых резьб ближайший шаг это 1,58. Это значение я и буду использовать для нарезания резьбы. Для расчета воспользуюсь самодельным онлайн калькулятором. Ссылку оставлю в описании. Пользоваться им просто, вбиваете нужные параметры и нажимаете кнопку считать. После этого можно скопировать получившийся код в текстовый файл и запустить на станке. Кстати, кто-то скажет, что данную работу надо было делать на токарном станке. Надо было, но у меня его нет. Поэтому буду пользоваться тем, что есть и чем умею. После небольшой подготовки настало время испытаний новой Т-образной фрезы. Ссылку на нее я оставлю в описании. Еще раз повторюсь, эту шейку можно было не делать, просто эксперимент. Направляющую программу для этой фрезы я делал как обычно, для концевой фрезы с траекторией по профилю. Но руками дописал подвод и отвод фрезы, чтобы не зацепиться за заготовку. Все получилось как надо, поэтому едем дальше и нарежем резьбу. Я обычно делаю это в несколько проходов, но можно было, конечно, и за один проход, просто прибрав немного подачи. Резьба подошла, значит шаг определил плюс-минус правильно. Все, первую деталь можно отрезать. На всякий случай еще раз примерю. Визуально выглядит нормально. Делаю вторую деталь. Особо тут ничего интересного, но на нарезку резьбы можно смотреть бесконечно. Можно было бы сразу спаять две детали в единое целое, но я не мог не усложнить себе задачи. Чтобы при спаивании детали не поплыли относительно друг друга, я решил сделать в каждой детали канавку шириной 1 мм и тонкое колечко, которое не позволит деталям смещаться при пайке. Сейчас вы сами все поймете. Для этой задачи пришлось немного попортить жертвенный стол станка, но оно того стоило. паять буду при помощи бытовой газовой горелки. Сначала я установлю кольцо и добавлю немного олова. Затем сверху положу вторую деталь с таким же углублением под кольцо. За кадром я придавил деталь и лишняя олова вышла из шва. Возможно я и правда все усложнил, но результат достигнут. Чтобы отшлифовать получившееся изделие пришлось применить очередную хитрость и просто посадить его на патрон шуруповерта, в который зажат болт, и поджать гайкой. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, очередное простое изделие изготовлено сложным способом, но фонарь работает и это то, что мне нужно. А на сегодня у меня все. Всем спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok